В эфире новости Анапа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Перспективы развития курортной отрасли и меры социальной поддержки населения, стратегии развития края и строительства новых школ и детских садов. Сегодня в Анапе состоялся отчет о результатах деятельности фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Кубани за два года. Основным докладчиком стал руководитель фракции, спикер Краевого парламента Юрий Бурвачко. О фактах, цифрах и новых точках роста в сюжете Руслана Тушевского. Реализация национальных проектов, исполнение майских указов президента России, разработка стратегии развития края до 2030 года, работа с обращениями жителей Кубани. Эти вопросы, которые были в центре внимания депутатов Законодательного собрания, входящих в фракцию «Единой России». За два года краевые парламентарии приняли участие в разработке 135 законов, 27 целевых программ. Было направлено 15 законодательных инициатив в Государственную Думу. За сухими цифрами – ежедневная кропотливая и системная работа. Один из результатов – за четыре года региональный бюджет увеличился со 170 до 287 миллиардов рублей. А это те деньги, которые пойдут на решение прежде всего социальных вопросов. И потенциал здесь еще есть. Особое внимание к развитию промышленности, агропромышленного и, конечно, санаторно-курортного комплекса. В 2018 году она посетила 4,8 миллиона человек, в том числе отдохнула и поправила здоровье 188 тысяч детей. Всем отдыхающим было оказано курортных услуг на 6,6 миллиарда рублей, что на 16% больше, чем в 2017 году. Однако, я не думаю, что нужно успокаиваться на этом. Надо и дальше развивать курорт, наращивать курортные услуги. Для нас это основная статья занятости и, соответственно, доходов населения. Партийный проект «Южная здравница» – это одно из важных направлений развития курорта. Необходимо расширять границы сезона. Нужно, чтобы отдыхающие приезжали круглогодично. И для этого есть все условия. Те же Турция, Кейпор, Египет и другие страны за государственный счет выделяют на рекламу и развитие пляжных территорий сотни миллионов долларов. Необходимо понять, что решение этих вопросов при небольших затратах позволит оставить в стране огромные деньги, сейчас и возимы за рубеж. Причем курортный и декорационный комплекс России во многом достигает мирового уровня, в частности с сервисом и встечением. А в части курортной медицины мы намного превосходим за рубежами. Партия «Единая Россия» делает ставку на органы местного самоуправления. Благодаря взаимодействию с ТОСами удается решить серьезные вопросы как по благоустройству города, так и по улучшению качества жизни анапчан и гостей курорта. Только в прошлом году было построено шесть современных дворовых площадок. В рамках программы «Городская комфортная среда» разбиты новые скверы и парки. А участие в партийной программе «Лучший орган ТОС» позволяет общественникам получать гранты на улучшение городской инфраструктуры. Кроме этого, в полном объеме ТОСовцы реализуют один из проектов фракции «Старшее поколение». Мы проводим субботники, ремонтируем памятники, открываем аллеи славы, участвуем в муниципальных конкурсах, таких как «Лучший орган ТОС», «Самый уютный дворик», «Всевесенний марафон» и другие. Руководитель фракции «Единая Россия» в Анапе, председатель городского совета Леонид Кочетов, отметил плодотворную совместную работу с депутатами законодательного собрания. Многие краевые программы были реализованы именно в Анапе. Совместно с администрацией были выработаны и реализованы меры по развитию и повышению качества работы курортной сферы и других отраслей, что позитивно сказалось на улучшении жизненного уровня населения нашего города. Много мероприятий проходят в рамках программ «Единая Россия» по патриотическому воспитанию молодежи. Не оставляют без внимания и вопросы казачества. Еще в 1995 году депутаты законодательного собрания приняли закон о реабилитации кубанского казачества. С него и началось возрождение этого движения. А в 2002-м казаков привлекли к государственной службе. Анапское районное казачье общество силами своих казаков организует работу по охране общественного порядка, охране государственной границы, воспитанию молодостачьего поколения в духе любви к родине и патриотизму. Принятие законодательным собранием края законов о земельных отношениях позволило казакам более плодотворно заняться сельско-казайственной деятельностью. За последнее время Анапа существенно изменила свой облик. Возводятся новые детские сады, работает городская программа по озеленению города, строятся новые дороги и развязки, расширяются старые. Улучшается инфраструктура и доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Но самое главное – решаются вопросы по строительству так необходимых курортно-социальных объектов. Пользуясь случаем, глава Анапы пригласил спикера законодательного собрания на открытие нового детского сада. Юрий Бурлачко, возглавляя фракцию «Единой России» в краевом парламенте, еще и курирует территорию нашего муниципалитета. И именно благодаря его поддержке в Анапе реализуются многие проекты. Уже в начале июля открываем первую ласточку пристройку на 60 мест в детском саду Зоренко в Суко. Она позволит полностью решить вопрос с детской очередью в селе. Юрий Александрович, я вас приглашаю на открытие, на торжественное. Вы оказываете нам неоценимую помощь в возведении этих социальных объектов. Надеюсь, мы вместе поедем, откроем этот детский сад. Также впервые с 92-го года в городе строится новый корпус для начального образования на 400 мест. Это школа номер 6. В работе еще две школы. 1100 мест – это спортивная Алексеевка и 1550 в Горгипе. По итогам заседания участники провели голосование. За отчетный период работы с 2017 по 2018 год работу фракции партия «Единая Россия» признать удовлетворительной. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Открытие музея казачества, решение проблем с водоснабжением в хуторе Красный. И что делать с брошенными на городских улицах старыми автомобилями? На эти и не только вопросы ответил Юрий Поляков во время личного приема. Подробности у Никиты Бойко. В поселке Пятихатке может появиться музей казачества под открытым небом. С такой инициативой главе города пришла анапская предпринимательница. Я хочу все-таки там открыть, значит, возобновить работу парка, потому что у меня все есть. Однако земля, на которой она хочет реализовать свою идею, находится в собственности края. Теперь ей необходимо выиграть аукцион по ее аренде. Затем, по словам Юрия Полякова, учитывая социальную значимость проекта, администрация готова будет оказать содействие. Следующий вопрос касался асфальтирования улицы Пролетарской в селе Цебонобалка. Однако здесь существует определенный регламент. Такие решения администрация принимает на основе мнения большинства жителей. Вы должны обратиться в общественный совет с заявлением, что вы хотите эту улицу. Они передают нам сведения, и мы тогда рассматриваем, что мы можем, что не можем. Проблемы с водоснабжением хутора «Красный». Здесь вопрос будет решен уже в этом году. Специалисты уже завершают монтаж инженерных коммуникаций. В настоящее время у нас там мероприятия проводятся, и мы, в общем-то, будем готовы в сентябре вместе выдавать технические установки. Что делать с брошенными на муниципальной земле автомобилями? Разбитые машины мешают движению, да и облик курорта, ржавеющую грудь металла, никак не красят. Мы с вами начинали с отловой машины при вашей поддержке. Сколько машин там вывезли? Потому что мы, я думаю, 26 вывезли. На сегодняшний день у нас уже вывезено 14 машин и 6 машин в работе еще у нас. Наведение порядка в городе, заверил Юрий Поляков, будет продолжено. Это касается и ситуации с брошенными автомобилями. Эта работа будет проводиться и в дальнейшем с помощью активных общественников. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Работники Анапского пенсионного фонда стали лучшими по итогам полуфинала краевой спартакиады. Она прошла во Всероссийском детском центре «Смена». Соревновались в нескольких видах спорта, от настольного тенниса и волейбола до легкой атлетики. Теперь им предстоит закрепить успех. Финал краевой спартакиады среди работников пенсионного фонда пройдет в сентябре. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте на про-регион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Редактор субтитров А.Семкин